Знаете, я часто читаю в комментах мнение, что вот очень во многом виноват русский менталитет. Что это судьба у нас такая, это страна у нас такая, это люди у нас такие, и вообще что-то типа проклятия. Чтобы не быть голословным, я даже у себя в инстаграме спросил, напишите, вот, ребята, мои подписчики, что вы считаете атрибутами русского менталитета, вот что прям наше национальное. И здесь прям кошмар. Похуизм, во всем ищем подвох, отмечаем любые праздники лишь бы побухать, исконно русская авось или и так сойдет, менталитет терпил, алкоголизм, смерть, бухло и тюрьма, и еще раз алкоголизм. Получается, всем очевиден факт, что мы нация дебилов-алкашей, которые готовы стараться только ради того, чтобы потом ничего не делать, и то как бы недолго. Но это же не так. Здрасте, вы на канале Сеина. Много мыслей, которые я озвучу в этом ролике, я позаимствовал у Екатерины Шульман, одной из самых известных российских политологов, я насоветельно рекомендую вам ее смотреть. Можете начать, например, с ее интервью Егору Жукову, вот оно вот здесь должно всплыть, там как раз он задает вопросы про мифы о русском менталитете, к теме ролика. Самая, казалось бы, очевидная и неоспоримая часть русского менталитета – это бухать. Ведь русские всегда бухают, все вокруг, в любой ситуации. У нас дохуя праздников только, чтобы мы больше бухали. По любому поводу мы бухаем. Бухали, бухаем и будем бухать. Но это только в нашей голове. С точки зрения статистики, русские далеко не самая пьющая нация. В этом рейтинге нас обгоняют французы, немцы, молдаваны, нигерийцы и даже жители Сейшельских островов. Пьют больше, чем русские. И даже несмотря на статистику, вы когда-нибудь задумывались, сколько вообще народов считают алкоголизм своей национальной чертой? Немцы, чехи, бельгийцы, британцы, шотландцы, ирландцы. И это вот я на вскидку столько вспомнил. На самом деле их гораздо больше. А все почему? Потому что у соседа трава зеленее и дети растут быстрее. И вот только у нас все через жопу и каждый второй алкоголик. Другой пример – русская лень. Они часто ее объясняют и связывают с количеством праздников. У нас, мол, их больше, чем во всех других странах. Во-первых, не во всех. Во-вторых, да, действительно больше. Но не сказать, что праздница какая-то существенная. И к тому же мы сравниваем-то с Европой, Америкой и развитыми странами Запада. Но у нас-то работают гораздо больше, чем в странах Запада. Огромное количество людей у нас работают на серой зарплате. О правах трудящихся, в принципе, не особо принято говорить. И да, у немца гораздо меньше праздников в году, чем у русского. Но работает он меньше и гораздо комфортней. И в действительности люди в России работают много и тяжело. Можно даже привести пример из личного опыта. И у меня в семье, и в семьях многих моих друзей были такие вот периоды, когда кто-то работал на двух работах одновременно. И это не воспринималось как нечто экстраординарное. Ну, вот такие жизненные условия. Вот так мы живем, так мы с этим справляемся. Это у нас нормально. И вообще, справедливости ради, говоря о менталитете, мы как будто не замечаем одного огромного слона в комнате. Любое подобное обобщение не имеет смысла. Вот знаете, кто такие амиши? Амиши — это очень консервативные религиозные группы, которые живут узкими родственными объединениями в сельской местности, отказавшись при этом от технологий. То есть они в таком своеобразном прошлом или позапрошлом веке. И вот на группу амишей с составом 10 человек, которые живут отрезанно от всего остального мира, можно распространить какие-нибудь вот такие обобщающие понятия. Можно что-то сказать про эти 10 человек, и оно будет правдой. Да и то нельзя сказать многого, и что будет подходить ко всем, потому что даже там будут существенные отличия, потому что люди разные. А когда мы что-то говорим про миллионы людей, это априори бред. Это то же самое. Все мужики, все женщины, все гуманитарии, все технари. Я уже упоминал в своих роликах, что нам удобно распределять все по группам, раскладывать по полочкам, навесив на все ярлыки. Но это ведь не имеет отношения к реальности. И в итоге упрощенное восприятие реальности — это искаженное восприятие реальности. И почему оно, тем не менее, поддерживается, хотя сама по себе мысль, что нельзя что-то сказать, что относится вот к миллионам людей одновременно, потому что все люди разные, это мысль очевидная. Но почему же до сих пор про менталитет вот говорят и говорят? Потому что никто не примеряет это на себя. Сука! Потому что никто не примеряет это на себя. Вот, конечно, я нормальный русский, но все остальные дебилы алкаши. Ну как все остальные? У меня мама, папа, сестра, брат нормальные, а вот дядя есть в Сыктывкаре, вот он алкаш. Я же говорю все алкаши, ну как бы. А хуже всего, что одна из немногих правдивых черт про наше общество, что мне писали, это повальное недоверие. Постоянное ожидание подвоха от своего там соседа или первого встречного на улице. Но это, опять же, не относится к России, потому что мы вот такие проклятые. А что вы снимаете? Зачем вы снимаете, а? Вы хотите сдать нас немцам, что ли, еб ты мать, а? Слушай-ка, сынок, а зачем они тебя снимают? А потом в тюрягу тебя посадят, да? Зачем? Нет, не посадят. А зачем снимают? Это особенность, которой отличаются все тоталитарные и посттаталитарные страны. Мы общество выученной беспомощности. Лучше всего, что такое выученная беспомощность, можно объяснить на примере одного эксперимента. Я как раз нашел очень орную картинку, которая его демонстрирует. Суть в том, что трех собак во время эксперимента посадили вот в три вот таких ящика. На одну из собак не производилось никакого воздействия вообще. Вторая собака билась током, но перегородка была опущена. И поэтому, когда ее било током с пола, она могла перепрыгнуть в соседнюю зону и там остаться в безопасности. А третья собака не могла сделать ничего. И ее перегородка открывалась только тогда, когда собака из второго ящика пересекала свою перегородку. То есть собака, которая сидела в третьем ящике, не видела никакой связи между происходящим и своими действиями. И в итоге, через какое-то время этих экспериментов, когда собак било током, первые две выходили из ящика, а третья оставалась лежать в нем и скулить, потому что она привыкла к тому, что не может никак воздействовать на окружающую ее действительность. И то же самое произошло с людьми в Советском Союзе. Можно по-разному к этому относиться, но в Советском Союзе у людей было действительно не очень много возможностей повлиять на окружающую их реальность. И за 70 лет это успели выучить очень хорошо. И похожая ситуация наблюдается во всех странах бывшего Союза. И более того, чем меньше какая-то страна просуществовала под влиянием СССР, тем меньше у нее наблюдается всего того, о чем мы здесь говорим. И наоборот, у множества наших вот нынешних соседей, а до этого тех, с кем мы были одной страной, у них наблюдается ровно то же, что у нас. Могу вам посоветовать любые исторические документалочки про то, что происходило после развалов Союза во всем СНГ. И не только. Вы очень много всяких схожестей найдете. И в принципе очень часто у нас путают русский менталитет с советским менталитетом. И подобная разобщенность общества охеренно выгодна любой власти. И я не то, что сейчас собираюсь вас на митинг призывать, а скорее, если попробовать посмотреть на людей, тебя окружающих, не как на врагов, то, глядишь, и врагов поменьше станет. Для меня самого это скорее чуждо, и я сам очень недоверчивый человек, но это здравый взгляд на вещи. Так же, как вы абстрагировались от навязываемой просто из каждой дырки религиозности, гомофобии, любви к парадам и так далее, так же сделали тысячи, если не миллионы людей вокруг вас. Это как раз-таки необходимая доля пахуизма, без которой в наших краях, скажу вам, трудно. И это наш эволюционный механизм. Мы адаптировались. И я по своему опыту знаю, насколько тепло принимают какие-то ценности, которые не относятся к вот этой официальной навязанной повестке. Например, огромное количество крутейших русских писателей и поэтов были советскими диссидентами и получили признание только сейчас. То есть нельзя сказать, что в социальных сетях, но именно люди нового времени подарили новое рождение тому, что в свое время не получило должного внимания. Сегодня в мире отмечается образный грустный юбилей. Ровно 50 лет назад в Ленинграде состоялось первое заседание суда по делу Иосифа Бродского. Это привело к его выдворению из страны. Гений, пострадавший за свой талант и свободолюбие, Нобелевский лауреат, неугодный советскому режиму. Человек, разлученный со своей семьей и умерший на чужбине. Осипу Емельевичу было 42, когда он прочитал стихотворение горец «Дюжине своих знакомых» и 47, когда он умер в лагере. В конце апреля 34-го Мандельштам дал пощечину советскому графу Алексею Толстому. Толстой на пощечину не ответил. Через две недели Мандельштам был арестован. При Сталине был Бог, то есть он сам. Была религия, дело Ленина-Сталина. Был рай, светлое будущее. Был ад, капиталистическое окружение. Был апокалипсис, Третья мировая война. Были святые апостолы, политбюро ЦК. Была мораль, все, чего требует партия, правильно и хорошо. И так далее. А главное, были дисциплина и порядок. Дисциплина и порядок образцового лагерного барака. И все это привело страну к катастрофе. И вот теперь сталинизм развенчан. И людям, выросшим при Сталине, сформировавшимся в сталинскую эпоху, кажется, что антитеза сталинизма анархия и беззаконие. Но мы-то, прожившие на Западе в Соединенных Штатах не один год, знаем, что противоположность сталинской дисциплине и сталинскому порядку не анархия, а свобода. Да что там советские, есть уже писатели, которые стали русскими диссидентами. И несмотря на то, что сейчас как бы ничего не запрещено, все равно они в некоторых кругах стали уже живыми легендами, но никак не национальными героями. Потому что они как бы не формат. Истерзанная книга Владимира Сорокина «Голубое сало». Один из многих экземпляров, которые уничтожали на этой неделе во время уличных акций. Ну невозможно даже эту книгу брать в руки, потому что это мразь. Владимир Сорокин – один из немногих писателей, способных сегодня собрать толпу. Разгневанные подростки и пенсионеры объединились, чтобы демонстративно уничтожить книги писателя. Я разоразвала и хочу бросить. Одену печатку, чтобы не спачкать руки от этой грязи. «Народ против. Хочется разумного, доброго, вечного. А тут Сталин занимается сексом с Хрущевым, Толстой оказывается с адамзоохистом». Притом не совсем понятно, где граница этого формата, но это гораздо более наглядно видно в русской музыке, которая вообще как два параллельных мира. С одной стороны, застывшие, как лягушка во льду, существуют все это наши эстрады, которые всем по 50 лет, и они для кого-то поют, но непонятно что, непонятно как. И половина страны это просто игнорирует. А с другой стороны, существуют исполнители, которые эстрады никакой в глаза не видели никогда, но уже ездят с турами по всей стране. Хотя, с точки зрения официальных источников информации, их как будто и не существует. И еще есть мостик между этими двумя мирами в виде вечернего Урганта, и еще малочисленных программ там на радио и на телевидении, даже других вспомнить не могу. Примеры такого же разделения, хотя и гораздо менее явного, и гораздо менее равного, можно увидеть и в русском кино. И вообще, вот на этом этапе напишите в комменты что-то, что тоже такое, как бы неофициальное, но крутое и русское. Что русское вы по-настоящему любите? Привет всем из монтажа этого ролика. Я решил, что на этом моменте надо бы добавить какое-то мое личное мнение и мой собственный ответ на этот вопрос. Вот как пример того, что очень сильно недооценено, это русский рэп. Да, внезапно кажется, что он наоборот везде, но как раз-таки этот факт и недооценен. Мы ведь и так противопоставляем себя Америке, да? Мы не считаем, что мы на них похожи, как бы это на самом деле не было. Мы как бы ближе к Европе. Но возьмите рэп в любой европейской стране. Да он вообще ни в какое сравнение с русским не идет. То есть даже наша звезда вот Мирон, он брал свой стиль, по его же словам, у немецкого рэпера Кул Саваша. И посмотрите на этого Кул Саваша. На него, мне кажется, и в то время без смеха смотреть было нельзя. Сейчас вообще пиздец. То есть огромное количество кумиров наших артистов выглядит забавно и живут гораздо хуже, чем наши артисты. И добились гораздо меньше успехов на своем поле. И это важно. То есть то, что у нас такая... То есть у нас крутая рэп-индустрия. Почему это менее важно и существенно, чем у нас там крутой футбол? При том, что крутой футбол-то у нас нет, а крутой рэп есть. Вот про такие вещи я говорю. И если уж у нас так сложилось, что какие-то деятели искусства или продукты искусства или что угодно важное и крутое существует не благодаря, а вопреки, то это не значит, что мы не должны это ценить. Наоборот, мы должны это продвигать. Раз уж это не продвигается там, где должно, то это наша задача. Примерно этим я уже довольно давно занимаюсь на своем канале. И вот за последнее время вы могли бы заметить, что я разжился и светом, и камерой новой. И, короче, контент улучшается, улучшается и только будет улучшаться. Я, помимо того, что на своем канале кучу всего крутого рекомендую и распространяю в массы, я то же самое делаю, только для гораздо более узких масс в своем закрытом паблике ВК. Туда входит, стоит ежемесячно 5 баксов через Патреон, но зато я там советую музыку, кенища, книги, кучу всякого уникального контента, который сам нахожу и тут же туда пущу. Поэтому, если хотите меня поддержать, то 5 баксов через Патреон, ссылка в описании. Еще есть там мой паблик, ВК, мой телеграм, мой охуительный инстаграм, камерный канал, где выходит интервью с молодыми актерами и куча всего интересного. БА!